Добрый вечер. Работаем. Готово. Денис подходит. Диму уже на точке. Доброго. Привет. Знаешь, кого здесь ждем? Кого? Представитель самой популярной профессии. Древнейшей? Пока нет, но популярной. Блогер. А, ну я почти угадал. Что же там за проблемы у бедологии? Подходит блогерша. Диана Красовская. 26 лет. Блогер. Замужем. Детей нет. Подозревает супруга в измене. Яркая девушка. Расскажите, что вас к нам привело? Я поверена на сто процентов, что мой муж изменяет мне. Что вас привело к таким мыслям? В общем, ситуация такая. Катаемся по городу, заезжаем на заправку. Он мне идет покупать мой макальчин любимый. Я сижу в машине, что-то мне скучно. Ну, залезла в бардачок. Просто так, без задней мысли. Вот. Смотрю, там коробка. Ну, такая подарочная. Я так обрадовалась. Я думаю, подарок мне купил. И молчит. Но я не стерпела, конечно, я ее открыла. И знаете, что там было? Что же? Сережки. Ну, отлично. Вот и нет. Шикарный подарок, вы считаете? А ничего, что у меня уши не были проколаны. Как вам такое, Денис Гребенюк? Да. И потом вам пришлось проколоть, получается? Короче, я сижу, в машине его жду. Ну, думаю, дождусь, уже спрошу у него. Он садится, я эту коробку просто швыряю в него. Я говорю, это что? Ну, он такой не растерялся. Типа, увидел сережки красивые, решил купить тебе. Я говорю, уши не проколаны. Зачем они мне? Он говорит, ну, ничего страшного, типа, проколешь. В общем, я в итоге проколола эти уши. И тут все для меня просто стало ясно. Еще что-то нашли? А ничего не надо больше было искать. Он просто не заметил, что я надела эти сережки. Он на меня, получается, вообще никакого внимания не обращает. Ему просто все равно, безразлично. Понятное дело, это и мне, скорее всего, подарок. Ну, давайте мы проверим в таком случае. Будьте готовы узнавать правду. Угу. Все, до свидания. Всего доброго. Спасибо. Ну, что, будет дело? Да, блогер 2-0. На следующее утро наша команда приступила к работе по новому делу. Сначала нам необходимо установить камеры в машине подозреваемого, поскольку большую часть времени он проводит за рулем. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая у вас машина? Вот. А, вот это, да? Калин, с этим чемоданчиком, конечно. Что-то еще нужно? Да нет, спасибо. Все, я сейчас все остановлю. А я могу поснимать, как вы работаете? Нет, ни в коем случае. Калин, молодец, отшил. Удивительно, насколько профессиональная деятельность повлияла на Диану. Неужели даже ситуацию с предполагаемой изменой мужа она хочет использовать для своего блога? Дима, прием. Да, Коль. Принимай сигнал. Сигнал принимаю, спасибо. Следов не оставляй. По звуку пока не очень, но поправим. Все готово. Все, да? Да? Хорошо, ждем от тебя лучше. Спасибо. Все, все, доброе. До свидания. Группа наружного наблюдения ведет слежку за подозреваемым. Сейчас он находится в цветочном магазине. Оперативники дежурят у входа. О, Пижон вот этот со цветами. Это наш. Вадим Красовский, 32 года. Владеет строительной фирмой. Женат, детей нет. На скромной машинке он ездит, хотя на самом деле он достаточно богат. Может, это спонсорская? Лепетичная группа, прием. Да, мы готовы, Дима. Едем за ним, не упускаем. Нет, знаю я таких людей, они просто при помощи машины не палятся. Интересно, к кому предназначается эта роскошная корзина с цветами? Той же даме, для которой, по мнению Дианы, Вадим покупал серьги? Или на этот раз жене? Слежка за подозреваемым привела сыщиков к загородному поселку. К сожалению, дальше находится охраняемая территория. Вадим скрылся за шлагбаумом. Нашей команде туда хода нет. Стоп, стоп. А, Дим, ну ты видишь, нам дальше не проехать, не пускать. Да, ничего страшного, ждем тогда здесь, на выезде. Попробуйте, ребят, по камере из машины понять, куда он едет. По картинке из машины опознать, куда именно, в какой дом приехал Вадим, было невозможно. Мужчина забрал корзину с цветами и исчез из зоны видимости наших камер. Слушайте, ну где-то не очень далеко, потому что сигнал проходит без помех. Больше в этот день мы Вадима не видели. Вечером Денис предложил Диане встретиться, чтобы обсудить предварительные результаты расследования. Здравствуйте, Диана. Кое-что хотел вам сообщить. Я слушаю. Сегодня Вадим купил цветы и поехал в некий загородный катетичный поселок. Сейчас покажу вам это место. Сюда приехал. Угу, угу. У нас загородный дом в этом поселке. Ну, то есть ничего такого в этом нет. А, это ваше? Да. Мы там бываем, у я и он. Понятно. А кому цветы? Вам получается, что ли? Да нет, это не мне. День рождения сегодня у соседки. Там праздник намечается большой. Угу. Тусовка и все такое. Я сегодня туда поеду, кстати. Я все понял. Угу. Хорошо. С этим мы разобрались. Но тогда такой вопрос остается. Вадим там часто бывает без вас, получается? Ну, он почаще бывает, чем я. Нам бы тогда, конечно, там было неплохо иметь камеру, чтобы получать информацию оттуда. Не знаю, как это сделать, потому что там соседи постоянно наблюдают вообще, что происходит. То есть подозрения какие-то будут в любом случае. Ну, ладно, мы уж что-нибудь придумаем, как-нибудь справимся. Я вам доверяю. Главное, ваше согласие получить. А мы, конечно, сработаем. Да, я, конечно, согласен. Это же моих интересов. Хорошо. Ну, мы тогда все сделаем. На связи, да? Все. Да, до свидания. Есть информация, сейчас получите в текстовом виде. Да, Дим, привет. Слушай, это их загородный дом. Нужно будет туда камеры ставить. Да, согласилась она. Ага. Ну, давай, тогда. Завтра утром встречаемся у поселка. Время сообщу в письме. Наступил второй день наблюдения. Сейчас Вадим на работе, а Диана встретила нашу команду у въезда в загородный поселок, чтобы провести оперативников через охрану. Нам необходимо установить в доме Красовских видеонаблюдение, поскольку Вадим много времени здесь проводит без супруги. Наша команда работает по делу Вадима Красовского. Его супруга Диана подозревает мужа в измене. Оперативники под видом сотрудников озеленительной кампании вместе с заявительницей прибыли в загородный дом Красовских для установки камер. О, просто прикрытие идеальное. Клоуны с цветами, орлейку готовим. Будем от клоунов картинку скоро получать. Работа по монтажу системы видеоконтроля шла полным ходом, когда мы заметили неизвестную женщину, подходящую к участку. Дим, закончили? Посмотри, пожалуйста. Вы слышали? И картинка приходит, и гости пришли. Ребят, сворачивайтесь. Вот им поле кинзы строго. Он-то какой, господи. Привет. Привет, сын. Как дела? Заходи, мальчик. Он строитель, подозреваемый. А это я в курсе. У меня теперь кто? Ну, аксессуарный. Все, мы его закончили. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Подруга такая. А что за мальчик? Не зря сыщики поработали над легендой цветочников. Диана оказалась права. Здесь ни от кого ничего невозможно скрыть. Любопытная соседка осталась в гостях у заявительницы. Вечером Вадим присоединился к жене в загородном доме. Весь день он ездил по делам своей фирмы и ни в чем сомнительном замечен не был. Вернулся подозреваемый в дом. А, он уже в доме, мы увидели его. Опачки. Привет. Мы там с моряшкой просто дыхаем. Хорошенькая уже, да? Ну, мы с дыхаем. Блин, давай... Чтоб... Привет. Что пьем? Конечно. Вы же с нами? Ну, давайте. Наш подозреваемый с удовольствием составил компанию дамам в распитии винишка. Но всеобщее веселье продолжалось недолго. Похоже, Диана сегодня перебрала с алкоголем. Ты нормально себя чувствуешь? Нормально? Ну, я уже вырубаю. Она бледная. Я поспала. Она уже вырубает. Походу, вертолеты там уже... Может, ты пойдешь? Поспать? Ну, не дай бы мне кое-что. Может, ты... Они три уже на двоих говорили, приехал. Классно, у меня вырубают. Да, она спопала почти. Смотри, отношения-то у них в порядке. И так они, как ты знаешь, весело и задорно беседуют, мне кажется. Может, беседовать. Гостья не спешила уходить и ждала, пока заботливый супруг уложит свою жену спать. Неужели она рассчитывает на продолжение посиделок? Вообще-то, пора бы и честь знать. Да-да, она накидалась. Просто капец. Конечно, длина-то, не помню. Напиток болох. До утра она тоже не проснулась. Ой, за ручку взялись. Куда-то пошли. Внимательно. Видимо, уже очень давно Вадим и Марьяна встречаются за спиной у Дианы. Вторая группа. Работаем с Денисом Семеновым. Ясно, с добром утром. Рано утром следующего дня Денис приехал к Дмитрию на место событий. Соседка Марьяна еще ночью покинула дом Красовских. Вадим еще спит. Диана только-только проснулась. В автобусе Ролейка. Дайте. Ну что, как остановка? Ну как? Ходит бедолага мучиться с похмельем. Телефон в руки даже не брала. Даже не видел, что мы звонили, да? Да, вы сейчас себе позвонили. Дима, прием, Дима. Да, на связи. Увидели Марьяну, направляются к дому. Понял. Зафиксировали, спасибо. Зачем? Замести следы преступления, может? Угу. Ну давай пока понаблюдаем, что тут будет. Ролейка, сигнал даем из дома. Подготовились. Стопус идет, просто переключить надо. Переключайте уже, чтобы у них тоже было. Есть, есть. Спасибо. Доброе утро. У кого доброе, у кого не очень. Привет. Да, как ты? Как видишь. Отнимаются, вот этот цинизм. Да, наставка. Ой, я пытаюсь в себя вообще противить. Ой, свали меня заодно тоже, ладно? Марьяне хватило наглости после ночных развлечений с Вадимом с утра пораньше снова заявиться в дом к подруге. Она надеется на продолжение веселья. Так, телефон у нее в гостиной, попробуй сейчас. Давай попробуем. Садимся в день. Где? Светается. Сигнал проходит. Сбросила. Давай еще раз. Да, да. Чего? Она походу, когда сбрасывала, звук включила. Пообщаемся наконец-то. Алло. Алло, Диана, доброе утро. Это Денис Гребенюк. Знаете, нам нужно срочно с вами поговорить. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Это в ваших интересах. Давайте поговорим. Мы ждем вас по гауму. Хорошо. Отлично. Подгазовались к встрече. Ну что? Марьяш. Да. Я сейчас на 5 минут выдвину, что случилось? У меня прям, да, подышали. Ну, грамотно она отмазывалась и вышла на улицу. Встречайте, ребята. За домом мы наблюдаем. По спальню она пошла, где у нее есть. Вчера все и было. Кот, ты прав, был по поводу того, что следы за местью. Вернулась обратно в гостиную. Не обнаружила там. Денис и Дмитрий готовятся встретить Диану и рассказать ей страшную правду о двойном предательстве. О том, что и муж, и подруга оказались недостойны ее доверия. Диандра, мы вам звонили очень много, потому что у нас были новости, к сожалению, плохие. Вадим вам изменил. В смысле? Да. Это произошло вчера. Он вчера со мной был вообще-то. Да, это будет, наверное, второй шокирующей новостью. С кем изменил. В смысле, он со мной спал сегодня? Нет. Посмотрите, пожалуйста. Пока вы спали, он изменил вам с Марьяной. Вы издеваете? Мы нет. Ну, это правда сложно поверить. Водичку надо? Но это действительно так. Ребят, ей плохо очень. Пахмельная. С нервами вперемешку. Дайте. Аккуратно, работаем сегодня. Как? Я не понимаю, это ночью сегодня было? Да, пока вы спали. Ну, и вряд ли это первый раз было. Схема отработана уже. Алкоголь, зло. Их убьют. Обоих. Сволочи. Группа, направляемся к дому, бегом. Прости, извините, извините. Они со мной пройдут. Они со мной пройдут. Я не снимаю, мужчине. Продолжение, ладно? Мы вас не снимаем. Мы хлористы, не переживайте. Цветочки делаем. Мужчине его первому там объясни, к тому подобию. Расследование, проведенное нашей командой, показало, что Вадим Красовский изменяет своей жене. Вчера ночью, когда Диана выпила лишнего, муж уложил ее в постель. А потом в гостевой комнате развлекался с подругой жены Марьяной. Сейчас Вадим отсыпается после вечеринки. А его любовница, как ни в чем не бывало, снова пришла к Красовским. Диана направляется домой, чтобы разобраться с предателями раз и навсегда. На территории. Походу, этой патрулью достанется. Кирюш, Кирюш, да-да-да, давай, давай, за ней прям первой заходи. Где ты, черная мразь? Сюда и... Кирюш, вот так... Кирюш, вот так... Кирюш, посмотреть, какой... Кирюш, пришла мне в дом. Кирюш, мы... Кто это? Нормально все у тебя? Давай-давай, идем сюда. Провода. Здрасьте. Мы занимаемся случаем измен, к нам обратилась Диана, мы за вами наблюдали. Вадим. На то, что вы изменяете твои изменения. Ты что? Ты что вообще? Это камера, которая зафиксировала, чем ты сегодня ночью занимался, и с кем? Чего ты занимался? Пытаешь вещь? Ты что за реплят? Ты что за реплят? Ты что за реплят? Плохо мне делать? Плохо мне делать? Ты что за реплят? Нормально! А на мою внимание удивляет! У меня что за реплят? Да! Да! Да, все, да, все, все! Все, все, хорошие! Что ты устал? Это что за ци? За самую судьбу, ты вали, слышишь? Полит, это мой дом. Быстро со мной. Я его кто не забрал. Почему стоишь? Я что до сих пор здесь. Девочки, девочки, давайте, идите на улицу разбирайтесь. Вадим, спокойно. Забирайтесь. Жене объясните, что произошло. Да ничё не нужно объяснять. Она мать, она имеет право. Заткнулся, сказала! Умылся! Ты слезами у меня будешь умываться, ты понял? Пошла вон отсюда! А вот! В коридоре спирается. Вообще оба! Круто, круто, тихо, 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 тихо. Еле наложили. Понятно. Вы что снимаете? Давай, давай, давай. Ну так давай выходи, че встал! Урод! Мразь, ты понял? Ты слышал, кто ты? Я слышал! Я не могу его видеть, урод! Я не могу, это ужас какой-то! Ну ты мужик вообще! Красава! Как так можно? Стоит мне в глаза, смотрит, говорит, что я виновата в чем-то? Это просто защитная реакция. А-а-а! Выходим! А где эта паскуда? Где эта мразота? Где она? Не думайте о ней, она уже выехала. Наверняка куда-то она убежала. И в кустах где-нибудь сидит. Что делать? Вам не до нее. Я хочу домой. Поехали, я вас отвезу. Куда я поеду? У меня не ключи? Где они там? Пойдемте, вернемся. Вы со мной зайдете? Да. Внимание, мы возвращаемся в дом. Если что, он слева на диване сидит. Пойдем на связь. Пирю, заходи. Да. Пойдем на связь. Сидишь, урод? Пойдем на связь. Ну, короче, понятно. Он-то, видимо, давно это решение принял. Да, работаем. Та мразь сидит, еще улыбается надменно. Вы видели это лицо? Он меня, походу, всю жизнь изменял просто. Я ничего не знала. Возможно. Возможно, так. Ненавидим. О, Дима, там какие-то вещички теплые. Та мразь. Пойдемте. Плед хотя бы. Плед возьмите. Спасибо. Стоп. Спасибо. Супруги Красовские проходят через тяжелый бракоразводный процесс. Диана намерена отсудить у мужа большую часть имущества, в том числе и загородный дом. Она подробно рассказывает обо всем в своем блоге. И за последнее время количество ее подписчиков выросло до 500 человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова